На совещание были приглашены представители страховых организаций, Роспотребнадзора, МВД и прокуратуры. Основной вопрос, почему жители и гости города-курорта не могут приобрести полисы ОСАГО без дополнительных затрат, времени и денег. В данный момент ситуация такова, что в очередях за этим документом стоит иногда до 200 человек. Причем большинство страховщиков отказываются комментировать ситуацию. Мне сказало, что это надо 3-4 дня в очереди стоять ждать. Очень девушка не культурно разговаривала, сказала, что вы сами должны все знать и понимать. У нас не хватает страховщиков. Просто страх вообще не ответил. Альфа-страхование, значит, сказали, что мы кто не страхуем, согласие не ответило. Из восьми приглашенных на заседание страховых компаний в совещании приняли участие всего две. Остальные попросту проигнорировали приглашение. Комментировать сложившуюся ситуацию пришлось представителям САГАЗа и Альфа-страхование. Со слов страховщиков, ситуация на рынке ОСАГО весьма сложная. Заниматься этим видом страхования становится убыточно. Не последнюю роль здесь играют перекупщики, которые выкупают страховые дела у попавших в ДТП граждан. Решить этот вопрос можно только совместными усилиями при взаимодействии администрации города и страховщиков. Мы предложили свои варианты. Это организовать окна в МФЦ, в нашем центре. Потом направить сообщения своих не вышестоящих руководителям о том, чтобы увеличили численность. Потому что из-за численности все, но заполнение два бланка в сутки, конечно, это очень плохо. И отсюда и создаются очереди по 170 человек. И, как вы увидели на сегодняшний день, где люди и руководители в этом заинтересованы, там очередей нет. А где это относится безразлично, особенно считая себя анапчанами. Но к анапчанам и гостям относятся безразлично. Там и, грубо говоря, бардак. И не хотят исправить это положение. Поэтому мы будем вынуждены обращаться в вышестоящую организацию. Ну и, конечно, обращаться к нашему злобину Максиму Игоревичу. Это к нашему прокурору. Чтобы он тоже нам помог в этом навести порядок, в этом вопросе.